Сегодняшняя повестка дня на выездном заседании активистов Общероссийского народного фронта планы Департамента образования Севастополя по передаче музыкальных классов школы номер 57 в введение Департамента культуры правительства Севастополя. Преподаватели и родители школьников бьют тревогу. За долгие годы работы процесс обучения на музыкальном направлении был поставлен на высокий уровень. Накоплен огромный опыт. Нашу школу замечательную, уникальную хотят просто-напросто развалить. Рекомендуют сделать филиал музыкальной школы, не понимая, что это единый организм, музыкальный блок и общеобразовательный. И не желая вникать в суть проблемы, не желая тебе навстречу людям, ничего не спрашивая ни у кого, просто издавая приказ. Причиной изменений в Департаменте образования называют то, что такое учебное заведение является по российским нормам неформатным, то есть выпадает из установленных норм обучения. Кроме того, затраты на музыкальные направления, выделенные Департаментом образования, могут считаться нецелевым расходованием денежных средств. Однако представители родительского комитета и преподаватели, изучив вопрос, нашли в других городах России такие же специализированные школы, продолжающие успешно работать. Совершенно непонятно и очень обидно. Школе нашей 25 лет. В мае мы отметили юбилей. Галина Павловна собирала по камешку, создавала уникальный коллектив, который с первого дня здесь большинство преподавателей музыкального блока работает. И сейчас все, к сожалению, может пойти прахом. Мы обращаемся ко всем, кто в силах решит этот вопрос. Пожалуйста, помогите, не дайте совершиться ужасному. В 57-й учатся около 990 детей со всего Севастополя. 350 из них на музыкальном направлении. Здесь работают 44 преподавателя музыкальной специализации. За многие годы работы здесь сложились самобытные традиции специализированного учебного заведения. Среди выпускников этой школы есть немало людей, добившихся больших успехов в музыкальной сфере. Днем школьники обучаются общеобразовательным предметам, а после обеда начинаются занятия музыкальных классов. То есть тем, кто учится в музыкальном классе по одному из направлений, чтобы попасть на уроки по музыке, даже не надо покидать учебное заведение. После окончания школы учащиеся музыкального направления получают аттестацию специальной вклейкой, что позволяет им в дальнейшем поступать в профильные музыкальные учебные заведения. Здесь смысл в том, что весь процесс, он как бы единый процесс обучения в данной школе, куда включены интегрированные предметы по музыкальному образованию. Вот это очень важно. Примеры таких школ, они не единичны в Российской Федерации. Есть специализированная музыкальная школа в Оренбурге, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге. Поэтому мы считаем, что Севастополь, наш город, достойный того, чтобы такая школа была у нас. Представители Общероссийского народного фронта внимательно выслушали все жалобы и пожелания преподавателей и родителей учащихся и взяли этот вопрос на контроль. Александр Пронин, Павел Красиков, Севинформбюро.